Здравствуйте, меня зовут Марина Ясинская, я победитель конкурса «Новая детская книга» 2018, 9 сезона, и я автор романа «Авианеры. Сердце лётного камня». Эта книга особенная для меня, потому что я её писала с неповторимым удовольствием и была сама увлечена историей героев. В романе два главных героя. Это 16-летняя Ника, которая живёт в маленьком провинциальном городке Великой империи Армантиды и решает переехать в столицу, потому что у неё есть большая мечта. Она мечтает стать авионерой. Кто такие авионеры? Авианеры — это гордость империи, это их главная боевая сила, это люди, которые летают на лётных машинах, называемых авионы. Мир Армантиды отличается от нашего современного мира тем, что он скорее находится в сеттинге конца 19 века, и технология пошла по несколько иному пути развития. В частности, лётные машины поднимаются в воздух за счёт уникальной, даже не технологии, а определённого рода магии, а в Армантиде добывают лётные камни. Именно лётные камни поднимают воздух авионеры. Лётные камни — это такое особое вещество. Их, прежде чем они смогут поднимать авионы в воздух, нужно разбудить. И уникальность этих лётных камней состоит в том, что разбудить лётные камни для того, чтобы они поднимали авионы в воздух, могут только женщины. Из-за того, что только женщины могут летать на авионах, они составляют основную боевую единицу империи, и поэтому на протяжении определённого времени общество в Армантиде изменилось, и женщины заняли главенствующее положение, а мужчины оказались в роли домохозяев, воспитателей детей, и если они работают, то на каких-то таких мелких работах, вроде клерков или учителей в школе. Возвращаясь к главной героине Ники. Ника живёт в маленьком профессиональном городке, и, как многие девочки Армантида, мечтает стать авионерой, поднимать воздух авионы и покорять небо. А второй главный герой – это 16-летний юноша по имени Ансель. Он также из маленького провинциального городка, из того же, что и Ника, и он тоже мечтает переехать в столицу, что он и делает, но поскольку все мальчики Армантиды точно знают с детства, что им, авионерами, стать не светит, он мечтает оказаться как можно ближе к авионам, и он решает стать механикером. Что в своём роде тоже революция, потому что механикерами мужчины не становятся. Считается, что они недостаточно для этого образованные и не смогут справиться с таким сложным заданием. Итак, наши два главных героя, независимые друг от друга, приезжают в столицу, и у каждого сразу же на пути появляется главное препятствие. Выясняется, что нашу героиню не приняли в списке кандидатов в авионеры, то есть она даже не может попасть на церемонию камней, где выяснится, может ли она разводить, какой-то лётный камень или нет. А нашего юношу на пороге конструкторской заворачивают обратно и говорят, мужчины, механиками быть не могут, тебе здесь ловить нечего. Ника не желает смиряться с уготованной ей участью, и она практически силой врывается на церемонию камней, и несмотря на то, что ей запрещают в ней участвовать, она проходит мимо ряда спящих лётных камней, и будет самый большой лётный камень, который только существовал за всю историю Армантиды. Гигантский камень. И теперь её отправить назад не могут, потому что такой огромный лётный камень означает огромные возможности, и империя просто не может себе позволить потерять такой ресурс. А наш главный герой Ансель всё-таки убеждает главного инженера конструкторской, что он сможет справиться со своей работой и начинает свою нелёгкую долю обучения делу механикеров. Эти две индивидуальные личные истории постепенно превращаются в гораздо больший сюжет, в котором мы узнаём две самые главные тайны Армантиды. Первая тайна. Почему только женщины могут будить лётные камни? Когда Ника начинает обучение, поскольку у неё такой большой лётный камень, ей вызывают в качестве инструктора единственного мужчину, авионера, который существует в империи. И большая загадка, как же так получилось, что этот её инструктор стал авионером? А Ансель, оказывается, приехал в столицу со своей собственной целью узнать, что случилось с его девушкой, которая годом раньше уехала в столицу, и пропала. И выяснилось единственное, что она совершила какое-то государственное преступление, за которое её осудили, и в Армантиде есть очень уникальный способ наказания преступников, их превращают в монкулов. Это такие бессловесные, бессознательные существа, у которых, грубо говоря, выключают личность. И Ансель хочет узнать, что случилось с его девушкой, найти её в состоянии такого монкула и попытаться вернуть обратно. Что следует дальше, я рассказывать не буду, иначе это будет спойлер. Могу сказать только то, что картина романа становится всё больше и больше, и появляется всё больше тайн, всё больше нюансов этого мира, и я надеюсь, что когда книга выйдет, все получат большое удовольствие, её читая.